Масс-эффект, говорит, лучше. Не, масс-эффект неплох, первый в особенности. Я вот недавно смотрел, Рико проходил полностью масс-эффект, первый, второй и третий. И, скажу честно, мне понравилось. Даже третий масс-эффект был довольно неплохо в исполнении. Так, на нас уже чанты навешивают. Да. Так, вот эта телепортирующаяся тень, она мне не очень радует. А, он говорил про монстров, поэтому не полез в крепость. Ну, наверное, да. Драгонейдж делали для того, чтобы сделать масс-эффект. Патч обещают завтра. Спасибо за информацию про патч. Значит, завтра будем проходить крепость уже. Так. Почему Эль все время в ростере на последнем месте? Это у него характер такой? Нет, это он просто сам такой по жизни. Че поделаешь? С приложением яблочного... А, с приложением яблочного все норм. На планшете. Ну, это хорошо, Хейтс. Я рад. Масс-эффект. Там же геймплей отсутствует. Как это отсутствует? Кое-какое есть. Эль. Какой-никакой. Что это? Что это? Да. Что? Это твои глаза! Я даже не забываю его! Ну... Дай их вниз! Да... 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 Убивай их всех! Хм... Кто ещё свои способности не до конца заюзал? Да... Вот так вот! Посмотрите, где дайс вписывается, там урон выдаёт очень хороший! Я прям доволен, что Рогу сделал как главного персонажа! Реально зло всех там шинкует! Так, ну ладно! Как вы видите, на самом деле дело пошло заметно бодрее, по сравнению с тем, что было в храме под деревней. В храме под деревней те же самые фантомы и тени нас просто унижали. Здесь же, с уже нормальной пати, с чуть большей прокачкой... Вот... Дело идёт веселее. Убивайся! Убивайся! На одной из сторон этого столба выгравлены сотни гребней и завитков. Ну что это? Ну что это? Ну что? 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 Да Ну что? 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 Ну искорб myös Ну что? Ну что? Фальшивые фантомы? В общем, фальшивые. Одиночные цели вообще фокусится на раз, поэтому с ними особо не церемонимся. Вообще, какой размер карты? По сути, не особо большой. Ну, мы половину обследовали где-то внутреннего двора. Восточный барбикан. А, ну это вот здесь можно было увидеть вход, который завален. Лайла, говорят, на портрете красный плащик. Ну-ка. У нее, да, у нее красным все должно быть. Какой больший подходит. Вот такой, наверное. Или чуть более... Такой вот. Здесь тоже красный. Кожаная. Что кожаная? Ну, хорошо, тогда. Какой-то фонтан. И малый земляной блайт. Понятно. Так, раз здесь у нас есть враги, то во-первых... Первым делом нужно кого-то контролить. Фантома, наверное, контролить нужно. Далее. Дайсу нужно... В тень, наверное, тогда вот так вот вписаться. Что? Смотрим на то, как они встанутся. И вот так, наверное, кастуем. Ой, Дайс опять насилует. Что это? Успеет ли Лайла? Успеем ли мы здесь? Не дайсу! Так, давайте пролечимся таким образом. Лайла? Я не знаю, что ты сейчас не делаешь. О, жесть. Куча мала просто. Да. Дальше, чем мы можем сделать? Доспехи навесить. Принцип, хорошая идея. Здесь кастуем пока. Стреляем в кого? В этого. Как могу я помочь? Тут уже выдали приказы. Тут скрываемся на блуждающем огоньке. А, нет, это не того. Я скрывать отправил. Что это? Что это? Эй. Фантома хоть с ног сбей. Уже давно пора бы, кстати говоря. А че у тебя так много ближнего боя бойцов? Ну, потому что они... Как бы завезли столько, столько у нас и есть. У деда есть классный спел, чтобы сейвить одну цель, говорит, не вуру. Ну да, кстати, к сожалению, правда проблема в том, что... Деда и нужно сейвить. Да. Как могу я помочь? Эй... Что это? Ну... Ты не будешь... Да... Как могу я помочь? Ну... Что это? Ну... 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 Эй! Здесь только одного накрываем Так, двоих Давайте двоих накроем Здесь хилять Хиляем вроде как бы, да? Но благословение Божественная милость увеличивает урон Приносимый союзником И точность Божественный ужас Светая медитация Тем самым увеличивая их бонусы К синцентрации воли Молитва Выведение изолирует одну цель в защитной сфере Защищая от урона и одновременно устанавливая носливость Поехали Дайса Так вот, единственное, что здесь Сейчас умрет у нас Эльф опять Ну, кастани хотя бы перед этим Нет, он не кастанет даже Как можно... Как-то я видел, неважно Тяжело, тяжело 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 Так, значит, без мага дальше Кто кого бьет Надо фокусить как-то фантомов Давайте с блуждающего огонька начнем Эй Если это сделает тебя более легче Что еще мы можем кастануть Концентрации воли? Ну пусть хоть так Есть еще один блуждающий огонек Давайте Да, но... Следите за мной Следите за мной Стоять Стоять Где один бюджет? О, тёть, 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 хил закончился. Сколько у нас выведение действует? Долго очень. Очень долго. Так, еще скелетов, пожалуйста, нам нужно мясо. Эй, мясо вперед. Ты назад. Ты не веришься. Ты не веришься. Ты не веришься. Ты не веришься. Ах! Курси твои глаза! Хм! Ах! Уберите глаза! Что это? Следите за твой лейт. Держись! Нужно спрятаться! Уберите глаза! Уберите глаза! Они не увидят меня! Пришли! Вскрытности, потому что вдруг какая-нибудь секретка. Ну вы знаете. В общем, с другой стороны передвигаться в скрытности, это слишком уж какая-то такая неприятная обязаловка. Которая по идее только хуже делает игре. Но мы засейвимся. Кстати, где кольцо Кхуана, что по предзаказу давали? Не знаю. Может быть это другой предзаказ какой-то. А, не-не, ну как где? Лол, чё я говорю. Конечно, вот здесь оно надето. Обед Кхуана или Кхауна. Это штука, которая даёт костануть исцеление два раза за время отдыха. У нас, кстати, стойка-то при смерти. Точно отдых нужен. Да, поехали привал делать. Тебе не кажется, что даже огнестрел чуть-чуть не в лоре игры? Ты тоже пришел к Дирвуду? Что ты делаешь от этого? Только я хотел сказать что-то про огнестрел, как мне тут спрашивают про Дайрвуд. Но тут что-то нехорошее назревает. Такое в этих местах постоянно. Проблема, если не с галанфатанцами, так с самими Дайрвудцами. Строно, что народ, огруженный врагами, допускает такие внутренние расприи. В остальном они довольно веселые ребята, как мне кажется. Я в разных тавернах по часу-два разговаривал с местными. У всех есть свое мнение, которым они с удовольствием делятся. Вот, и тут мне напоминает игра как бы, да, если ты можешь говорить с людьми, ты можешь со спутниками общаться. Хей. Давайте поговорим. Хотел узнать кое-что о тебе. Чем ты занимался до того, как присоединился ко мне? О, кроме как во время войны я ни разу не заходил далеко до того места, где мы встретились. В основном работал на земле. Меня никогда не тянуло в города, и я так и не выучил никакого ремесла. В молодые годы я думал, что буду нести другим слово Эотоса в нашем местном храме. Родители поощряли мое желание, они столько со мной намучились, когда я рос, что говорили, лучше мне быть на хорошем счету у Бога искупления. Конечно, когда мы его возрастом, то вряд ли это пошло... А, когда мы его взорвали, это вряд ли пошло мне в плюс. Но если кто-то и может простить тех, кто его взорвал, то это будет Эотос. А семья у тебя есть? Остались только родители. Когда начинались чистки, они отправились на корабли обратно в Айдир. Хотели, чтобы я плыл с ними, но у меня было свое мнение. Давненько их уже не видел, мне бы стоило к ним наведаться, но почему-то не очень хотелось покидать свой дом. Хорошо, что меня оттуда выгнали, а то бы я там и остался. Хотя, а почему ты тогда остаешься так долго тут, где тебя ненавидят? Уверен, родители до сих пор не могут этого понять. Чистки Эотосеанцев были похожи на безумие, охватившие наши посолок как заразная болезнь. Наверное, когда видишь что-то такое, то инстинктивно будешь ждать, пока это пройдет. Даже если знаешь, то вряд ли это случится. Семья, на чьей ферме когда-то работал, у них была маленькая девочка, посторожденная. Услышав, что у манстеров есть способ исцеления, спасение, как они его называли, они сразу к ним побежали. Это спасение позволяло вселять души животных в детей. Может быть, ты об этом слышал. Так у детей появлялась какая-то личность, чтобы они могли о себе позаботиться. Можешь представить, что зато получилось. Через некоторое время у детей происходили срывы, они становились дикими, чудовищами. Короче, эти фермеры вселили душу своей собаки в маленькую девочку. Сначала девочка смотрела разумным взглядом, ела сама, хотя немного неаккуратно. Но однажды она обезумела. Они застали обгладающей кости своего брата. Пришлось послать ее на цепь в коровнике. Посадить на цепь. Мать, она после этого не хотела иметь с девочкой ничего общего. Но отец посещал дочь каждый раз. Кормил ее цыплятами. Иногда вливал водой, чтобы смыть грязь. Почти вся деревня шепталась о нем. Бедняга, говорили они. Тронулся с горя. Он просто ждал, чтобы дочь однажды посмотрела на него и узнала с его папой. Он ждал, что ей станет лучше. Я этого не понимал тогда, конечно, но сейчас я часто о нем вспоминаю. Флэйм, говорит, души животных гениальны. Ага. Что дает шляпа на маги? Ничего. Плюс к стилю просто. Стильный маг шляпе. Жители позолоченной долины действительно пытались тебя убить? Эм, да, пытались. Странно, для этого выбрали время. Мы только что выиграли войну. Они праздновали мое возвращение домой. Была музыка и танцы, трамбель половину. Зерна потратила на большой медовый пирог. Этот пирог мне до сих пор снится. Это как быть лучшей любовницей жизни. На только одну ночь. Они все сочувствовали мне, знав о моем брате. Немало времени прошло, пока до нас дошли слухи о чистках. О том, что эотессианцев убивают прямо на улицах. Холодное утро и все такое. Подобные никогда мы не допустили в позолоченной долине. Все так говорили. Нашли недели. Чистки распространялись. Урани уже не были так уверены, что мой брат сражался за Дейрвуд. А потом уже не были уверены во мне. Застали меня врасплох после всех празднований. Нужно было это предвидеть после того, как партнер пригласил меня, например, к новой одежде. Оказалось, что ему нужен был только обхват моей шеи. Эй, серьезно? Нет, не так. Последнюю часть я приврал. Но ты в этом засомневался, да? Многих говорит о том месте, которое я называл домом все эти годы. Ладно. Пора двигаться дальше. Да. С Лайлой, к сожалению, не поговоришь. Да. Да. Ну, что? Я не могу сказать. Разговаривать со стойком мне велит задание. Но не хочется. У меня к нему вопрос был один. Если тебя одолевают сомнения и любопытство, то ты сдираешь костяшки не о ту дверь. Я хотел тебя спросить о Магран. Боюсь, тебе не понравится жару огня, но если ты его вынесешь, то я расскажу тебе, что знаю. А что ты думаешь о Магран? Она богиня, такая же переменчива, как и все остальные, и со всеми слабостями, присущими императрицей и шлюхе. У ее духовенства те же недостатки. Слишком много глаз, слишком много желаний, слишком много терять. Это недостаток бога. Больше аспектов, чем слов, которыми их можно описать. Если бы бог следил за многими народами, то он берется за слишком много дел. Хотя пламя редко горит в одном месте дважды. Возможно, это единственная правда, которую она принимает. Как знать, боги жадные, а огонь, огонь, божий голод? И какие у нее аспекты? Война преображает, огонь уничтожает, испытания очищают. Война, огонь, уничтожение, очищение и более всего преображение. А еще испытания, но все вокруг и так подвергается испытаниям. Испытания может уничтожить, очистить, преобразить. Они всегда связаны, но в основе всего огонь. И огонь это самое главное, это источник всего сущего. Наверное, им с этого нужно было начинать, а? Любой дурак у костра знает это. Да, без пламени, без огня. Мы бы мало чего достигли в темноте. Послушаешь, как священники пламени говорят об этом в очаге и мехах. Даже в залах Эшфола. Можно подумать, что огонь дал жизнь смертному, и этим огнем была Магран. В некоторых из старых текстов говорится, что она потеряла руку об руку, и между ними вспыхнул огонь. Или другой бог растопил ее своей кочергой. Значит, относительно нее есть другие взгляды? А, мои взгляды всего лишь одни из множества, но вот один из них. Я могу представить ее с точки зрения проигравших страны, и это должно показаться себе достаточно. Позволь мне рассказать о том, как это видит Айдирец. Ну ладно, а что видит Айдирец? У Айдирца есть пристойное культурное воплощение, превосходство в войне, тактическая дисциплина. Естественно, потому они потеряли свою долбанную колонию. Они пристойно цитировали эти принципы, когда мы их нагибали на палубах. Все их ружьи и пушки, это хорошо, если они бесполезны. Но они бесполезны, если твой посох с легкостью пробивает их черепа, разбрасывая красные дыры направо и налево. Айдирцы называют это возвышение, божественное просветление. Эти слова нужны как дерьмо на ботинках, и при отступлении они ничего кроме них с собой не унесли. Урок получен, но в неподходящее время. Почти им сочувствую. Так, подожди, урок это что ты имеешь в виду? Знать предназначение Бога и не знать самого Бога. Держаться за слова вместо того, чтобы идти по пути. Испытывать себя в разгаре. Идти, пока слова не станут ненужными, и ты почувствуешь, как оно горит в твоем сердце. Вот это урок. Это айдирская вежливость, это милое соблюдение слова, описание, как они его поняли. Это сожгло их корабли, покрыло их рубцами, заставило отступить в ходе дайрвудской кампании. Божественное просветление. Нет истинной веры в том, чтобы ждать испытания. Лучшие войны уже обделывались много раз. Обделывались, пока штаны не высохли. И теперь они могут сконцентрироваться на убивании. Это было все, что я хотел обсудить. Упоротый священник. Такой упоротый. Ну, вот есть не очень разговорочный аллот. Чем-то могу служить. Расскажи мне... А, вот айдир. Блин. Тут нужно с ними со всеми разговаривать сразу. Я не поговорил с ним о айдире, у меня нет опции в диалоге со священником соответствующей. Вы чувствуете, да? Точно так же, как я не поговорил про Эаса, и у меня не было опции при разговоре с чуваком в храме. Ох, да... Расскажи мне об айдире. Я не был там уже многие годы, но я, наверное, всегда буду считать леса и поля айдиры своим домом. Наши истории и традиции насчитывают тысячи лет. А это дает чувство собственного достоинства и ответственности. Ну, а, конечно, с этим приобретается и тяжелый багаж. Наше имперское прошлое все еще свежо в умах многих, как ты мог бы здесь заметить. И как было сложно привыкнуть к дэрвуду. А люди тут простые и вспыльчивые. Более рьяно относятся к обидам, чем обязанностям. Но если не поддаваться на провокации, с ними можно достаточно легко уживаться. Во всяком случае, я и так привык держать свои мысли при себе. А давно ты в Позолоченной долине? Не намного дольше тебя. Как ты видел это место едва ли похоже на ту уютную гавань, которую ей представляют? А у тебя есть идеи, что будем делать дальше? Ну, ты тут главный. Как по мне, любое место лучше, чем Позолоченная долина. И бросать взгляд в сторону Эдера. Без обид. Давайте поговорим с ним еще раз. Вопрос. Расскажи о Магран. Что не думаешь? Какие у него аспекты? Слайми без огня. Другие взгляды. Айдир. Условия не выполнены. А, это мне нужно из Айдира быть. Ясно. То есть это не то, чтобы мне нужно с кем-то поговорить. А мне нужно быть самому Айдирцем. То есть если я происхождение из Айдирской империи выбрал бы, то тогда бы у меня были дополнительные опции. Во Флейм. Да, но отчасти ты прав, но как видишь, я не совсем правильно понял то, что здесь происходит. Вот. Так, что там ромжик линкует. До, после. Неплохо. Вот это сила воли, я бы сказал. Просто вообще молодец. Так. Скорее всего закрытые ветки влияют на ГГ просто... Просто, наверное, твой ГГ не из Айдира. Да, я именно об этом и говорю сейчас, что... Нужно самому быть из Айдира. Ну ладно, хватит разговоров. Давайте отправимся в путь. Зайдем внутрь вот этой вот... Постройки вот этого здания. Выделяйте интерактивные объекты в окружении с помощью кнопки TAP. Окей. Выдай Барду плащ, а то он как не свой. Барду. Да, все в плащах, а он нет. Сразу же. Хм. У нас еще и священник без плаща. Хм. Хорошо, тогда. Почему он не свой? Задержка? Да, задержка. Задержка. Конечно. Задержка в тюрьме. Шкаф трещит под весом книг. Ноги из обложек покрыты плесенью. Музыка такая напряженная. Мне нравится. Остатки разломанного перегонного куба. Потресканные ступы и множество разбитых бутылок. И баночек на столе покрыты паутиной. Собака без плаща. Но это удаляй. Собаку придется выгнать. Кажется, этот стойк тебе еще парнет ножом. Да не, он прикольный. Вклоняется какой-то развратной богине огня. Называют ее разными очень странными именами. Прозломанные лестницы сноют крысы. И куда идти дальше? Лестница разломана. То есть внутри я зашел, побывал, ничего не нашел. Так, давайте журнал откроем. Так, войти в крепость. Каэднуа впечатляет своими размерами, но не более. Цитадали пришла в полную негодность. Если старый Медвальд все еще владеет здесь, то вероятно я смогу найти его. Хм. Тут сто пудов много нычек. Так я вот и смотрю, что тут вообще ничего нет. Все. В доме побывали. С таким голосом вам надо в видеокниги начитывать. Ну, не ты первый, кто это говорит, но я все-таки о себе более скромно мнение скажу так. Если здесь ничего нету, то куда еще мы можем пройти? А, вот еще вход. Да, да, да. Вот вход другой есть. Это просто маленькое здание сбоку от крепости. А вход в Цитадаль в другом месте. А то есть эта пресловутая боганутая крепость? Да вроде нет. Боганутая крепость это другая. Где она? Вот, крепость Редрика. Она боганутая, вроде говорят. Где она? Где она? По-другому. Где она?